Уважаемые налогоплательщики и коллеги! Сегодня у нас на повестке дня эксклюзивный дайджест из мира налогов и страховых взносов, преподнесенный вашему вниманию с неподражаемым деловым шиком. Под лупу попали топ-3 поворотных дела касационной инстанции по страховым взносам за 2023 год, которые не просто изменят игру, но и подарят пищу для размышлений. Первым в нашем списке стоит резонансное дело о пособии по уходу за ребенком при неполном рабочем дне. Ситуация, когда сотрудник сократил свой рабочий день всего на один час, вызвала споры о правомерности выплаты пособий. Кассация, выступив в роли заслуженного арбитра, постановила, что даже минимальное сокращение рабочего времени не должно стать препятствием для поддержки родительства, как восклицал бы наш великий классик «Истина в вине и в деталях». Следующее дело касается шестимесячного срока на взыскание штрафа через суд. В этой истории фонд попытался привлечь к ответственности организацию, опоздавшую с отчетностью, но столкнулся с юридическим лабиринтом сроков и требований. Кассационный суд, как старший брат в семье, поставил точку, напомнив о важности соблюдения регламентов и терминов. И, наконец, отмена штрафа за несвоевременную сдачу отчетности из-за продления лицензии на программу. Это дело – настоящий триллер с неожиданным финалом, где касация демонстрирует, что технические неполадки не освобождают от ответственности, но могут смягчить приговор. Как видите, мир налогов полон драматизма и интриг. Не упустите возможность подписаться на наш новостной телеграм-канал «Налоговая балалайка», где мы продолжим делиться с вами самыми свежими и важными новостями из мира налогов и взносов. Помните, информация – это не только сила, но и ваш лучший щит и меч в бушующем море налоговых реформ. И, как всегда, под этим видео вы найдете ссылки на нормативные документы, ставшие основой для наших сегодняшних размышлений. Будьте в курсе, будьте вооружены знаниями, и пусть ваша налоговая отчетность будет безупречна.